Одной из величайших загадок во Вселенной по-прежнему остается происхождение жизни. Несмотря на то, что были открыты строительные блоки материи, прочитан геном человека и зафиксировано колебание пространства времени при столкновении черных дыр, мы все еще не понимаем, как появились живые существа. Благодаря науке мы знаем, что все тела при ближайшем рассмотрении состоят практически из пустого пространства. Если атом, составляющую материи, увеличить до размеров футбольного поля, то величина ядра, которая и придает атому вес, будет не больше макового зернышка, остальное пространство атома занимает пустота. Что касается еще более мелких микроскопических частиц, то они и вовсе являются лишь призрачным узором энергии колебания квантовых полей. В начале своего существования наша Вселенная представляла собой плотную горячую плазму микрочастиц, в которой не существовало даже атомов. Тем не менее, основа самого простого живого организма – это точнейшая самосборка длинных молекул, охватывающих большую половину таблицы Менделеева. Простейшая живая клетка имеет настолько высокую инженерную сложность и согласованность работы ее подсистем, что случайно вероятность появления такой конструкции из первичного химического бульона чрезвычайно мала. О ничтожной вероятности возникновения клеточной жизни из неживой материи метко высказался астрофизик Фред Хойл. Скорее, ураган, пронесшийся над мусорной свалкой, соберет новенький Боинг 747, чем случайно возникнет хоть одна клетка. Жизнь во Вселенной могла появиться только после того, как в недрах звезд были воспроизведены необходимые элементы, затем необходимое их количество вошло в состав планет и прошло миллиарды лет нуклеосинтеза. Так могла ли образоваться жизнь сама по себе случайным образом, или же она появилась в результате определенных закономерностей? Подобным вопросом задается известный физик-теоретик, космолог и астробиолог Пол Дэвис. Он приводит пример знаменитого эксперимента Миллера Юри, при проведении которого в 1952 году были смоделированы условия раннего периода развития Земли, и при воздействии электрических разрядов в смеси воды и обычных газов были получены аминокислоты. И все же, несмотря на то, что получение органических молекул из неорганических было продемонстрировано, результат опыта нельзя считать успешным, поскольку дальнейший синтез сложных органических веществ, лежащих в основе жизни, из полученной смеси невозможен. Пол Дэвис объясняет это тем, что одних химических реакций для превращения неживой материи в живую явно недостаточно. По его мнению, появление жизни было не случайным, а спланированным актом, так как было закодировано в информационных законах Вселенной. Более того, все живые организмы являются информационными процессорами и обладают базой данных, которая копируется. В каждой живой клетке есть ДНК, дезоксирибонуклеиновые кислоты, которые отвечают за хранение информации. На самом деле ДНК можно сравнить со сложной и слишком запутанной компьютерной программой, при работе которой нередко возникают ошибки. Закодированная в ДНК информация задает всю программу развития любого живого организма. Для построения организма и поддержания его жизнедеятельности клетки несут информацию в форме генома – молекул ДНК, которую клетки могут копировать, видоизменять и передавать следующим поколениям. В некоторых случаях эта информация может копироваться с ошибками, зато обеспечивает генетические вариации, которые ведут к способности клеток выживать и приспосабливаться к изменению климатических условий. Жизненный процесс обрабатывает и хранит информацию на всех уровнях, а не только в ДНК. Гены, единичные участки молекулы ДНК, выступают как зашифрованные наборы инструкций. Используя так называемые химические мессенджеры, они могут включать и выключать другие гены. При этом образуются сложные схемы, напоминающие электронные вычислительные компоненты, по сути, модули, выполняющие логические операции. Человеческий геном содержит примерно 3 миллиарда базовых пар, которые образуют от 20 до 25 тысяч активных генов. Тем не менее, ДНК как хранилище информации чрезвычайно компактна, так как имеет скрученную спиральную структуру, которая позволяет 3 миллиардам пар оснований в каждой ячейке вписаться в пространство шириной всего 6 микрон. Каждая базовая пара, под базой понимается буква в коде ДНК, использует не менее 2 битов информации. Соответственно, геном человека содержит более 6 гигабит информации в каждой цепи, что эквивалентно 800 мегабайтам данных. Информация в биологических системах передается по принципу двустороннего движения. Информационные потоки движутся не только сверху вниз, но и в результате обратной связи. Например, в простом эксперименте с выращиванием клеточных культур в чашке Петри возникает феномен, известный как явление контактного торможения, когда клетки перестают делиться из-за нехватки свободного места. Другие, более сложные эксперименты, проведенные на борту Международной космической станции, показывают, что у бактерий в условиях отсутствия гравитации изменяется работа генетических механизмов на молекулярном уровне и включаются другие гены, которые не функционировали на Земле. Эмбрион живого существа также на каждом этапе контролируется информационными сетями, точно настроенными на множество физических и химических процессов, и все они нацелены на построение сложной конечной формы с правильной архитектурой и морфологией. Более того, во время развития клетки должны знать свое точное местоположение относительно других клеток в трехмерном пространстве. Для этого они получают информацию по типу навигации GPS, основанной на химических градиентах, которые в свою очередь регулируются передачей наследственной информации от молекулы ДНК гена до синтеза белка. Руководствуясь этими доводами, астробиолог Пол Дэвис приходит к выводу, что основа любой жизни – это информация. С этой точки зрения информация может рассматриваться как всеобщее состояние материи. В свое время знаменитый американский физик Джон Уиллер задумывался над тем, что все свойства элементарных частиц, составляющих материи, такие как масса, заряд, спин и т.д. не имеют смысла без взаимодействия с другими частицами. Фактически эти свойства являются битами информации в некоторой математической структуре. В 1990 году Уиллер высказал предположение, что фундаментом физики является информация, а основу всех физических объектов составляют бинарные альтернативы или же информационные биты. Он выразил эту доктрину в компактной английской фразе «it from beat», что в дословном переводе звучит как «все состоит из битов». Возвращаясь к астробиологу Дэвису, нельзя не сказать о еще одном аргументе ученого о неслучайности возникновения жизни. Дело в том, что наша планета странным образом приспособлена для жизни, а законы физики содержат фундаментальные константы, которые при изменении даже на небольшой значения сделали бы существование жизни на Земле невозможным. Это обстоятельство получило название «тонкой настройки Вселенной». Поэтому Пол Дэвис приходит к разумному предположению, что существуют информационные законы, которые направляют атомы к выстраиванию живых структур. А по большому счету, в самой материи Вселенной закодирована сложная программа для создания жизни. Так как жизненные формы, базирующиеся на точно воспроизводящихся и обменивающихся цифровой информации о молекулярных структурах, не могут появиться случайно. По мнению ученого, должны существовать до сих пор неоткрытые фундаментальные законы информации, которые создают жизнь из бессвязной смеси химических веществ. Те законы природы, которые известны на сегодняшний день, недостаточны для объяснения того, что такое жизнь и как она возникла. В таком случае мы должны найти новые законы, которые описывают, как информация циркулирует вокруг живых существ, несмотря на сложность описания биологической информации в терминах математики. Но главная концепция, на которой настаивает Пол Дэвис, это необходимость новой науки, объединяющей физику с биологией, чтобы понять, как информация соединяется с материей и меняет мир. Вероятно, ответить на вопрос возникновения жизни может только симбиоз физики и биологии на основе теории информации, так как именно информация в настоящее время становится ключевым звеном, соединяющим эти науки. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать наш проект можно, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео канала, либо перейти по ссылке, которая находится в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм.